Но если она наступила от травмы головы, то это именно потому, что он не надел шлем. И свидетели говорят, и по фото я шлема не видел. Хотелось бы еще прокомментировать ситуацию нашего Умена, которая вчера произошла. Дело в том, что по утверждению очевидцев, то есть это не то, что я выдумал, велосипедист ехал очень быстро. Судя по фото, у автомобилиста в этом месте видимость была ограничена стеной дома. Дом в этом месте находится, может быть, метрах в пяти. И даже если автомобилист ехал с разрешенной для дворовой территории скоростью в 20 км в час, то ему запросто могло не хватить тормозного пути для того, чтобы на таком расстоянии затормозить. То есть там буквально нужно, может быть, метра три. И вот ему их не хватило. В данном случае я хочу обратить внимание на такой существенный нюанс. Велосипедист, я точно знаю, как выглядит улья Сашумена даже днем. Там автомобили почти не паркуются, потому что улица достаточно узкая, и без того там очень сложно. Поэтому я почти наверняка могу утверждать, что велосипедист вполне мог двигаться по проезжей части. Следовательно, он не имел права двигаться по тротуару. Это предположение. Хорошо. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Нина Владимировна. Нина Владимировна. Спрашиваете или высказываетесь? Вот скажите, пожалуйста, что такое случилось с нашими, как говорится, порядками, что велосипедисты без всякого, можно сказать, ограничения гоняют по тротуарам. Просто гоняют. А вы сами умеете ездить на велосипеде? Я не умею ездить сама, но я иду по тротуару, и вот вы знаете, даже со мной дважды получилось. Вот я буквально шла, и только хотела, что это буквально было сантиметров 20-30, он прогнал мимо меня. С ребенком идешь, с малышом, дети, они вообще, как говорится, вот его за ручку держат, тут же он побежал. Но это, я не знаю, это по всем, вот во всех районах вот так вот видно, что они просто гоняют по тротуару. А где вы живете? У вас в каком районе эта проблема? Железнодорожный. Я вот лично нахожусь. Да я и была на ботанике, с внуком гуляла, то же самое. Да главное взрослые, это ладно бы дети ехали, а это взрослые ребята гоняют. Так они ведь не то, что просто ездят, они просто вот гонят, вот прямо со скоростью. А вы внушения какие-то делаете? Да как им сделаешь, они промчались, вот это дай бог, что они тебя не задели. И вы посмотрите, вот по всему городу это такое, их нет на дорогах, они все сейчас на тротуарах. Спасибо, Нина Владимировна. Что случилось, от чего? Я уже хотела кому позвонить и какие-то органы какой-то обратиться, это же безобразие. Сейчас, кстати, выясним. Просто много стало по этому конфликту? Да, еще раз повторюсь, велосипедистов стало очень много, никто, видимо, медленно ехать не хочет. Каждый по-своему оценивает опасность и каждый по-своему оценивает возможность ехать по дороге, либо по тротуару. То есть в законе на следующий день, он на самом деле не указан, то есть тут субъективная оценка, может он или не может ехать. Я знаю очень много велосипедистов, которые просто боятся ездить по проезжей части. Потому что и знаю также немало велосипедистов, которые были травмированы в результате наезда автомобиля. У некоторых там очень серьезные травмы вплоть до инвалидности. Хорошо, встанем на сторону Нины Владимировны. Куда обратиться? Что ГИБДД вызвать, сказать? У меня по району есть. Проведите, пожалуйста, рейд. Пусть на тротуаре всех останавливают, 500 рублей штраф выписывают. Ну, вообще говоря, у нас именно ГИБДД занимается всеми вопросами дорожного движения. А движение велосипедистов, в том числе и по тротуарам, это как раз и есть часть дорожного движения. Поэтому сотрудники ГИБДД, они имеют функцию и они обязаны проводить, в том числе и разъяснительные работы тоже. По вашему опыту работы с ГИБДД готовы они, будут поехать, велосипедистов ловить? У них других дел полно. Сложно сказать. У них сейчас, скажем так, мотосезон начался. И поэтому я думаю, что велосипедисты просто отвлекающий фактор. А они совпадают, мотосезон с велосипедом? Да, совершенно верно. Просто мотоциклы – это несколько более серьезная проблема пока что. Игорь, за 12 лет останавливали когда-нибудь сотрудники ГИБДД, что-нибудь предъявляли, как с ними разговаривать? Нет, мне на велосипеде не удалось, на машине останавливали. Константин, то есть сотруднику ГИБДД надо сказать, в правилах записано, имею право, я вот субъективно оценил, что по дороге, по обочине ехать не могу, нет возможности. Поэтому я по тротуару никому не мешаю. Ну, как минимум, человек должен объяснить, почему такой возможности нет, в случае, если претензии опять же возникли. То есть объяснение должно быть внятным. Соответственно, если его не последует, я предполагаю, что сотрудники ГИБДД могут даже штрафовать. Какое может быть объяснение? У вас на обочине припаркованы автомобили, например? Ну, например, да. То есть обочина заставлена автомобилями. Обочина, там огромная лужа, например. Вы знаете, что у нас дороги строятся таким образом, что вся лужа, все водостоки из дворов, все вытекает на обочину. Эта обочина, она часто бывает огромной-огромной. Там могут быть ямы, может быть все что угодно. Далее, значит, на обочине может быть навалена гора снега, там, снегоуборочная машина прошла, но до конца не убрала. Ну, то же самое с велодорожками, со всем остальным. То есть на следующий день они, к сожалению, сделаны еще не так, как надо. И, исходя уже из этого, ну, очень много может быть причин, почему велосипедист не может двигаться по обочине или по велодорожке. Объяснение «я боюсь». Это вообще не объяснение. Это не объяснение. Вот если водитель автомобиля говорит «я боюсь», то ему не место за рулем. Вот почему-то для велосипедиста это оправдание, я не понимаю. Я соглашусь, что «боюсь» это не объяснение, но объяснение может, опять же, найтись наверняка другое. Я ни в коем случае не поддерживаю тех, кто хитрит или как-то злоупотребляет правом, да, или, скажем, вот этим не совсем конкретным определением права велосипедистов. Но, тем не менее, я уверен, что человек, если по-настоящему сильно боится двигаться по проезжей части или, скажем так, по проезжей части, вот знаете, вот, например, Московский мост через Кницев, там по проезжей части автомобили двигаются очень плотно. То есть, и там вот прошмыгнуть между, например, поребриком и автомобилем, ну, сложно. Реально опасно. А зачем прошмыгивать между поребриками и автомобилем? Можно занять место посередине автомобильной полосы, никто не будет против. Потому что средняя скорость движения там и так по всему мосту ограничение скорости 40 км в час. У нас определена полоса движения именно правая. Как можно правее. И как можно правее. Совершенно верно, правая, как можно правее. Но если ехать хотя бы там в полуметре, метре вот к правому краю проезжей части, то в два ряда слева от вас уже никто не приедет. Те же автомобилисты забибикают просто нас. Пусть забибикают. Вы знаете, у нас, когда выезжают на занятый перекрёсток, если вы сделаете попытку встать, не выезжая, вас сзади начнут забибить. Тогда мы с вами в следующий раз встретимся здесь уже по поводу, будет другой, какая-нибудь драка на дороге нам случилось или ещё что-нибудь. То есть конфликт интересовый, серьёзный конфликт, и там совсем по правилам двигаться не получится. Слушайте, ещё есть вопрос о разметке. Например, академический, который вроде оснащён велодорожками, велодорожки там кончаются внезапно, ничего не предвещает. То есть можно сказать инспектору, я вообще ехал по велодорожке, переехал очередной перекрёсток, никакого знака запрещающего не было. Я считаю, что я всё ещё еду по велодорожке. Всё, доброго, инспектор. Давайте мы не будем придумывать, чего там можно сказать инспектору. Я думаю, каждый всё равно, прежде всего, должен руководствоваться законом. В законе сказано, что на самом деле велосипедист обязан двигаться по местам, предназначенным для движения велосипедиста. В случае, если не получается, тогда тротуар. Проще будет на этом остановиться. Я думаю, что законодатель в ближайшее время, с учётом количества конфликтов, спорных ситуаций и всего остального, наверняка уже разродится. Подкорректирует как-то. И что-нибудь, да, скорректирует как-то эту ситуацию. Ну, зная историю возникновения этих поправок, я думаю, это очень длительный процесс. Согласен. В смысле, что они долго принимались? Я имею в виду именно то, как. Ну, с другой стороны, знаете, есть закон формальный, а есть закон неформальный. То есть, есть культура, над которой надо работать. То есть, в данном случае, самый важный элемент культуры – это просто вежливость. Как и велосипедисты так говорят. Второй, ничуть не менее важный элемент культуры – это начинать нужно с себя. Ни в коем случае нельзя говорить, вот я начну, когда другие начнут. Ну, кто спорит. В таком случае вообще ничего никогда не начнётся. Если начинать только с себя, то тоже может ничего не начаться. Что у нас с велодорожками, когда нарежут? Вы знакомы с этим процессом? Ну, то есть, вроде бы принят проект велодорожки от академического до центра, но когда это ещё будет, где на это деньги? Ну, сам факт, что приняли уже, значит, архитектурный отдел работает, и я уверен, что дорожка появится. Ну, как минимум, там до конца года её начнут строить. Что касается остальных дорожек, процесс, честно говоря, такой тяжёлый. То есть, мы давно уже наблюдаем, участвуем в этом процессе, смотрим, значит, на то, как всё складывается. Очень много вопросов и в умах граждан, в умах руководителей нашей администрации по поводу того, как это сделать, как быстрее. Вообще, надо ли делать, вначале вопрос возникал. Ну, сейчас, опять же говорю, масса нарастает, и я всегда говорил, что чем больше будет велосипедистов, тем быстрее будет меняться сама инфраструктура, потому что конфликтов, интересов будет больше. И сейчас уже назревает. Это вот в том году, значит, на одном из наших мероприятий замглавы Боликов заявил, что пять велодорожек у нас будет уже по центру города, хотя ещё года полтора-два назад Липович заявлял, что никаких велодорожек в центре быть не может, поскольку город очень тесный, очень узкий, очень-очень-очень, всё не очень. Но, тем не менее, всё меняется, и меняется для велосипедистов в лучшую сторону, опять же скажу, потому что велосипедистов становится больше. Так или иначе, наше общество работает таким образом, независимо, вот постараюсь максимально далеко сказать от политики, от всего, независимо от того, какой у нас там режим, политический строй, демократия, не демократия, если народу много, если народ хочет чего-то, однозначно меняется процесс, просто где-то быстрее в каком-то, в каком-то медленнее. Хорошо. Как бы Вы ответили на вопрос, кто чаще провоцирует аварийные ситуации на дорогах? Тест открытый. Можете любой вариант выбрать, не только те, что мы предлагаем зрителям. Несознательные и невоспитанные участники дорожного движения. Спасибо. Независимо от вело, авто, пеши. Хорошо. Дмитрий. Смотря, что называть провокацией, но вот по моему мнению, причиной конфликтных ситуаций на дороге в любом случае являются те, кто нарушает правила дорожного движения. При этом я оставляю открытым вопрос о том, кто чаще нарушает. Константин. Я когда изучал правила дорожного движения, нам такое правило сказали, дай дорогу дураку, то есть 3D. Фактически я соглашусь, что в первую очередь причина всегда аварии – это невежество и нежелание считаться с другими участниками дорожного движения. С обеих сторон. Мы сегодня спрашивали, задавали этот вопрос на сайте, кто чаще провоцирует аварийные ситуации на дорогах. Большинство считает, что автомобилисты с большим отрывом на втором месте велосипедисты и на последнем месте пешеходы. Ах ты боженьки, вот они, агнцы-то божьи. Да, спор длинный и сложный, как борода, я не знаю. В общем, непростая проблема, без бороды не разобраться, вообще большинство диссертаций в стране именно из нее выковырены. Мы попросили самого любимого нашего бородача Евгения Шароварина объяснить, зачем ему борода, а он взял и почему-то объяснил, что у сына много хуже, чем бородень. Давайте посмотрим, мы с вами прощаемся. Пока. Если из-за каждого женоподобного мальчика иметь внешний облик, то тут как бы времени не хватит. Я считаю, что это же шоу, да, и условно говоря, этот мальчик, он нашел сценический ход. Судя, так сказать, по результату, нашел удачный сценический ход. Я скажу честно, я не смотрел, поэтому сказать не могу. Возможно, он поет хорошо, я не знаю. Борода, просто чтобы волосы не выпадали. Они насквозь проходят, и поэтому сверху не выпадают. Вы заметили, что большинство мужчин в моем возрасте, у них волосы выпадают у меня сколько много. Это все из-за бороды, я думаю. Вот. А по... Да я никак не к этому не пришел. Я случайно однажды в экспедиции бритву забыл. Просто физически не было бритвы. Ну и все, и борода выросла. А потом думаю, ну пусть простет еще, посмотрим. Ну и как-то затянул. У меня нет никаких там, условно говоря, каких-то религиозных, или оккультных, или... Ну, никаких трансцендентальных идей по поводу бороды у меня не существует. Ну, просто... Жить совершенно не мешает. Вот. Я провожу эксперимент даже. Мне интересно, когда она расти перестанет. Уже почти перестала. Ну, должен же быть какой-то предел там. Дальше определенного предела же у людей волосы не растут. Ну, в зависимости от генетики, от того, как питаешься, наверное, не знаю. Вот. И все. То есть я никак это вот не связываю ни с чем. Вот. Тем более я же усы не ношу, например. Ну, во-первых, усы хуже, чем... Они менее практичны, на мой взгляд. Во-вторых, время от времени приходится нырять с маской, а под них вода залазит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова